Битва за славу 2, клинская онлайн игра от российских разработчиков The Abyss, созданная по аналогу с известной игрой One Age 2. Основной идеей игры является захват и контролирование территории, а также военные действия между пяти враждующими расами, уникальный геймплей, игровая атмосфера, эпические битвы, интересные ивенты и потрясающая графика ждут вас в Battles for Glory 2. Всем привет дорогие друзья, с вами Никитка, сегодня продолжаем играть мы в Euro Truck Simulator 2. Продолжим мы нашу карьеру, продолжим развивать нашу компанию, давайте уже выберем какой-нибудь груз и поедем его доставим. Так, вот сразу вижу 6000 на Мерседесе, едем мы в Кольн, так, ну в принципе можно, давайте посмотрим на это что из Парижа, мы поедем в Диджин. Нет, давайте прокатимся вот на этом Мерседесе, на более-менее новинком и посмотрим. Так, из Мэтс мы едем в Кольн, хорошо. Давно я, если честно, не записываю Euro Truck Simulator, я его как там, скажем, подряд записал, больше не заходил, не играл. Так, мы видим, у нас, так, давайте включим свет, чтобы было видно, более-менее такая даже неплохая комплектация, дерево, вставочки из дерева есть. Неплохо, неплохо, так, сейчас я поставлю, отлично. Также здесь у нас тут навигатор, так что можно это выключить, так, я вспомню сейчас, клавиша, так, вот у нас поворотник, отлично, ладно, трогаемся, так, будет выезд у нас, выезд, наверное, скорее всего, где-нибудь. Вы ничего не видели, я тоже ничего не видел, да, не заметил я, ну, ничего, бывает, бывает. Так, также хочу вам рассказать одну интересную историю, которая со мной приключилась, ну, это, наверное, чуть позже будет. Так, мы пока с вами, доедем, выйдем на трассу, едем, кстати, ночью, интересно. Нет, скорее всего, все-таки мы будем с этой хернью играть. Так, не то, извините, не то. Там, здесь ограничение скорости пишет и наша скорость. Так, так как я играю не на высоких настройках, мне на спидометре плохо видится. Так, так, выворачиваем, выворачиваем, отлично, отлично. Какой-то еду по встречке, мне ничего. Ну, так вот, какая со мной новость приключилась. Все вы видели, что у меня был аккаунт с двумя калашами, а может вы видели, когда мне был только калаш, я уже не помню. Вот. В итоге были у меня два калаша, был у меня и патрули, и сто пять, сто семьдесят побед, и все это, хопа, за раз у меня забрали, можно сказать. Так как, решил немножко погамать с читами, так как я не отыгривал на два калаша, всегда был на последних местах. Так, дайте я скачаю себе чудо. Да, я его скачал, прикиньте, скачал, не купил, не приватушки, ничего. Просто взял, скачал, ксрейхак называется. Ну, это так, кому будет интересно. Посмотреть, с каким же читом я гонял. Ну, вот. Все было нормально, мы, да, мы проигрывали, потому что я толком не настроил его. Все было круто, в принципе. Немножко мне помогала доводочка там. Так-то я ему не понял, сколько доводка была у меня, и все. Вот. С доводкой мне было намного легче играть, я был на третьем месте, это уже лучше, чем последнее. Я начал хотя бы немножко отыгрывать. И тут, мы начали жестоко проигрывать. 14, если... Да, 14, 7 вроде было. Короче, два раза они нас обогнули, как говорится, обогнали. И мы с вами, с вами, с пацанами, я со своими в итоге говорю такой, пацаны, ща все будет, типа я щас затащу, не парьтесь. Я немножко подключаю фо, подрубаю на где-то 70. Ну и ваг понял, что тут что-то нечистое, что пули летят просто... Сначала они летят куда-то вверх, да, получается, потом резко на противника. Потому что я стрелял вверх, и потом резко на противника, и не знаю, короче. Каким-то образом он меня запалил, в итоге меня забанили вагом, хотя мне осталось там отыграть пару в раунду. И мы как бы либо слили, либо выиграли, это уже как пошло бы. Ну, сам факт остается фактом, что дали ваг, и я сразу же пошел себе новый кс взял. Сейчас отыграл вдруг у меня одну катку, я вторую так и не сыграл, я вылетел. И из-за того, что, типа, проверить надо целостность кеш-файлов, файлов кеш точнее, и в итоге не успел я подключиться, дали бан на 30 минут. Ну, ничего, 30 минут не так много, не навсегда, не на пожизненно, но все же. Ну, пошел немножко на паблик поиграл, и как бы думаю, такой, дайте я еще раз подрублю. Вот, честно, вот, блядь, хотелось подрубить еще, вот, реально, вот, говорю, ну, сейчас, ну, немножко можно, немножко можно. Я прочитал, как этим что он пользовался, нет, хотя я понял, как он пользовался, но самое главное, я посмотрел. Блин, вот, я не могу сейчас телефон выключить сейчас за рулем. Я посмотрел, какие там параметры лучше всего ставить, я понял, что максимум это восьмеры, фок должно быть, а боны у нас, ну, максимум пятера. Я в итоге все поставил 4 на 4, и пошел гамать гонку вооружений. Это... Так, вот, 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 тихо. В итоге гонку вооружений два раза затащил, вот, реально, затащил два раза, просто с легкостью на изи. Было круто, было круто. Потом мне резко вылетает КС, я думал, ну, все, типа, все, ВАГ, если вылетает КС, значит, ВАГ. Да нет, ни хрена, ни ВАГ. Поверьте, целый пись. Файл, сначала просто вылетел, а потом целый пись, файл. И после этого у меня перестал спускаться этот XRH. Было обидно, обидно, честно. Ой, 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 блин, с телефоном опять чуть-чуть влетел бы на бат хорошенько. Так, у меня почему-то начал сбрасываться. Пусть контроль, наверное, для того, что я поворачиваю резко. Так, сейчас разгонимся. Осталось вылечить нам ехать. Я, кстати, не посмотрел, сколько нам в самом начале надо было ехать. Километров 300, по-моему, потому что не так много мы с вами проехали. Уже 4 утра, нормально, я ставлю ключ к контролю, ухожу в правый ряд. Нет, а, ну да, все верно, в правый ряд, только зря я разгонялся. Все равно почему-то у меня телефон пиликать, я отключил звук, а он пиликать. Обидно. Так, как красиво зашел. Звук он опять включен, ну нормально. Вот опять, вот опять, что за... Сейчас был. А, ну да, он включился, я понял, я вас понял. Заезжаем, мы, знаешь, с вами в Люксенбург. Здесь у нас с вами есть знак вопроса, но, по-моему, здесь мы с вами автосалон уже открывали. Вроде как. Я что-то, сейчас я не помню. Так, я повышаю скорость, нет, нет, все нормально. Ставим ключ-контроль, а не, 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 мы давайте сбрасываем, сбрасываем скорость. Потому что у нас красный цвет. Пока красный цвет, я по-быстрому отвечу. Потому что тут фулдят не жестоко. Так. Так. заворачиваем красивенько ходим включаем поворотник с вами двигаем дальше осталось всего лишь каких-то 228 километров ехать 3 часа и реального времени у меня немножко кладет сон вы можете видеть там кроватка нас нарисованы немножко свой совсем как то что мы ехали с вами ночью как обычно не спал и я уже вздремнул также не забывайте писать комментарии хотите ли вы видеть другие какие-нибудь или нет там вообще какие-нибудь вы пишите комментарии не забывайте я же за сниму обязательно блин 75 ну тут камера дни пошли как я уже поставил да он стоит до сих пор худят худят не могу разорваться я же так что мы едем сам 90 нарушаем жестоко конечно 15 километров но в россии как вы знаете ограничитель скорости у нас тут например 90 и нарушить можно еще как минимум на 2 метра спокойно так же здесь мы с вами можно сказать и нарушаем правда мы с вами в Европе далеко не в россии ну блин все же марседес кстати хорошенький снаружи сейчас его смотрим пока прямая дорога у нас опять и не туда нажал что такое опять не туда нажал вот так нам прямо ждем да неплохой с видом новенький в принципе да хорошенький можно будет взять его на заметку насчет когда будем покупать свой грузовик у нас с вами все 17 с половиной тысяч я даже не видел вот это да круто осталось вот 150 километров практически блин вот я не знаю я хочу заснять игру все наверное вы знаете давно правда и никто не снимал почему-то 60 секунд это типа авиакиста катастроф какая-то там нет 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 это путаю другую там меняют это сколько там типа какого-то пока лечится смутацию связано короче семья прячется в пункере но все и наверное видели сейчас вот этим с вами жестоко на уши уже на 25 тонн ну ладно сейчас мы с вами доедем уже практически так что пишите комментарии хотите ли вы видеть 60 секунд я если честно ни разу не играл как бог буду рад с вами поиграть он убить но честно давно мечтал мне поиграть но что-то я когда пиратка скачивал на свой ноутбук там все было очень печально она не запускалась до сюда поэтому сейчас новый компьютер можно сынать что что захочу мне понравится скоро может быть опять куплю она там не то что это 60 fps как минимум будет на средний между средними высокими настройками был круто сегодня мне еще надо будет снять честно как-то уже сенс я вроде она мне нравится данная игра но блин последнее время что-то как я поснимал тут она уже не очень для меня жестко 6 поворот зашли жестком здесь две полосы нормально нормально все догоняемся и нам остается 110 километров всего лишь час какой-то я надеюсь мы с вами даже припаркуемся в этой серии даже припаркуемся это будет правда не быстро но главное что мы получим свои деньги это будет приятно и того мы получим где-то 7000 это будет круто у нас будет того 25 нет 24 тысяч ну неплохо неплохо может даже и 25 возможно с вами разгоняемся ставим крышкой роль выиграть на высоких настройках как я видел тут один чувак снимал тут реально все красиво и когда на максималку максималку на максималке возможность снимать на максималке потом как нибудь видюху себе куплю тогда возможно будем уже реально максималку все снимать стримы пойдут нормально без лагов будет все очень очень круто и уже виднеется на навигаторе пункт назначение ну отлично осталось всего лишь 70 километров быстро как мы с вами долетели 300 км это проехали очень быстро по игровым по игровому времени правда это вы скорее все долго я не видел во сколько мы начинали но сейчас посмотрим сколько мы в пути были и во сколько мы приедем и вычетим и видим во сколько может быть я также тоже хочу заснять я как я развиваюсь на в МТА на сервере CCD planet по моему да надеюсь вам тоже понравится если я когда засниму просто сейчас когда играю у меня уже бэшка есть 90-х годов правда ну блин зато я не езжу на жигулях правда ездил да я не знаю продавать на мой жигуле или нет выставил его вчера на продажу вчера случайно купил хотел бэку купить случайно купил сначала мазу трешку тоже старую тоже выставил на продажу хотя если честно ничем не отличается что маза трешка там что бэхо вот это 5 пятерка 90-х годов реально практически ничем не отличается скорость одна и та же ну не знаю так же красиво она мне реально красиво и так красивый цвет подобрал темно-синий очень темно-синий такой ближе к черному у меня в реальной жизни мерседес был такого цвета но хотя он не сказать что темно-темно-синий был он более к черному был склонен но все же теперь у меня там бэшка на красивых диких стоит не уродская какая-нибудь да как это может быть как всегда в колхозе или там туда-сюда нет у меня она нормальная пацанская бэшка 90 годов езжу с радио супер 90 супер дискотека 90 но куда деваться ой 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 он нам своим разворачиваться надо не заметил это что такое а головницы я понял давай назад давай назад вот блин вот всегда что-то случится ну давай вперед уже поехали поехали давай 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 все 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 нормально мы успеем автобус нет нет просто тебя отлично он просто красавчик респектный ну что-то мы куда-то не туда едем так и есть мы куда-то не туда поехали ну ладно ничего со всеми бывает навигатору жалко у нас не говорит а так было бы прикольно поверните налево поверните ну правда заткнись ты вы ушли с маршрутками как это обычно бывает в реальной жизни бесит ставьте лайк если вас тоже бесит что вам постоянно говорят вы ушли с маршрута у меня просто есть реально обычный просто навигатор который только навигатор не на телефоне какой-нибудь гугл да навигатор а обычный навигатор вот он говорит вы ушли с маршрута да почти постоянно это очень странно все же поражать иногда можно когда ты едешь один с этим навигатором вот сейчас так же я нарушил право дорожное движение я поворачивал ну вот сюда налево да я должен был в левый ряд перестроиться поначалу потом уже вправо я сразу же пошел вправо поворачивать так у нас здесь тоже с вами есть знак вопроса отлично посмотрим надеюсь какой нибудь автосалон мерседеса было бы круто так то не вновь пожалуйста нет давайте быстрее 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 отлично так же перед нами едет мэрин какой то так что наверное надеюсь парковка здесь нормально второе агентство да так я и знал притормажем и уезжают сильно я так хочу спать в принципе достаточно сильно вот сейчас самое главное запраковаться без всяких происшествий так да что что такие светофоры то он пишет отлично вот опять нарушение должен был в правый ряд тормознул то где я тормозить отлично подогел повернул сразу в правый надо было в милы ну в реальной жизни куда легче спасибо от души все мы с вами считайте приехали сейчас если будет удобно парковка то вообще изи быстрее мы с вами запаркуем в принципе я тут парковался не раз а что что то гринчане тоже здесь 51 ну считайте откуда выехали туда и приехали в принципе то ну да здесь в принципе можно запарковаться и достаточно легко вот блин вот если бы у него не задел было бы легко ну давай 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 сделать на так 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 вот так хорошо давайте 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 еще 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 все мы с вами проехали даже 361 километра за тричное время и 5 часов и не посмотрел во сколько приехали скорее всего часов 7 утра мы с вами получаем третий уровень практически четвертый бонус а бонус того это всего лишь экспишку нам дает 45 спи из парковки хорошо ну нормально получаем в итоге 6 142 и мы с вами должны вождение дальней дистанции прокачать потом уже дорогостоящий груз еще раз давайте посмотрим что у нас насколько дальней дистанции вот звездочная штука дорогостоящий груз мы видим 6 500 даже за это да едем мы с вами на дряхненькой походу рубежки вот тоже есть что-то типа этого касса но здесь мы с вами не были еще в Нидерланды мы с вами еще не ездили так что вторейшего мы следующей серии поедем в Нидерланды да а с вами был Никитка не забывайте подписаться на канал поставить лосик рассказать друзьям о моем канале и написать комментарии какие видочки вы хотели бы видеть на моем канале всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока